В казахском обществе камши это произведение искусства, знак почета, уважения и доблести жигита, действенный оберег. Она являлась не только средством понукания коня, но и символом социального статуса, орудием охоты и боевым универсальным оружием, предназначен для защиты и нападения. Какие еще функции выполняет этот атрибут, который занимает особое место в быту и культуре казахского народа? Об этом далее в сюжете. В прошлом у казахов всех социальных слоев, всех возрастов, у всех, кто садился на коне, от детей до взрослых, включая женщин и стариков, имели свои личные камши, отличающиеся по виду и типовой конструкции. По казахскому народному обучию, по достижению сыном 7 лет, отец торжественно вручал ему камши. К сожалению, эта традиция, которую так почитали наши предки, кажется, начинает забываться. До момента получения независимости в советское время мы начали утрачивать общенациональные ценности, в том числе и камши. На сегодня камши как сувенир, никто не знает о его функциях. Даже когда вешают дома, располагают как попало. Никто не заботится о его смысле, потому что сейчас его все меньше и меньше начали ценить. В доме или юрте камши являются реликвией семьи и должны висеть в видном месте в сложенном виде. Однако, как заверяет историк, сейчас можно увидеть камши не в домах, а только в исторических музеях. Поэтому историк предлагает провести семинары, форумы, пропагандирующие национальные ценности. Мы должны больше проводить пропагандирующих национальные ценности работ, к примеру, форум ремесленников, изготавливающих камши, или семинары «Круглые столы с молодежью, самец с историками и этнографами». Нужно найти тех мастеров, кто плетет камши, показать их творчество народу. Только благодаря смыслам камши нужно создать национальный бренд, который будет по всему миру, вручать камши туристам и объяснять его смысл. Нам нужно дойти до такого уровня. Сто лет назад представить казаха без камши было трудно, а на сегодняшний день ситуация совсем иная.